Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на новый канал! Меня зовут Антон Эсс, и на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие мои сплетники, сейчас 25% абсолютно на все у наших замечательных спонсоров кофе Тартуфи. Ребят, Тартуфи, я говорю, это просто что-то великолепное, это что-то уникальное на российском рынке, потому что доставляют те продукты, о которых вы, возможно, слышали, но никогда их не пробовали. Мы здесь говорим про трюфели, про великолепнейшее итальянское оливковое масло, про восхитительные пасты и соусы, и, конечно, 100% арабика. Переходите по первой ссылочке в описании на 25% на абсолютно все с промокодом SELL25. Переходите, закупайтесь, и спасибо еще раз Тартуфи для постоянной любовь и поддержки нашего сплетнического комьюнити. На канале Лаура Джигелия вышло интервью буквально вчера с Александром Роговым. Кто не знает, у нас запаздывают новости сплетни на этом канале приблизительно на полтора-два дня. По контенту проблемы решаем с Ютубом, ребят, невозможно, уже второй месяц пошел. Не об этом речь. Два дня назад вышло интервью Саши Рогова у Лауры Джигелия на ее канале. Я обязательно оставлю ссылочку на это самое интервью. Вы знаете, я никогда не думал, что это интервью будет настолько эмоциональным. Я с Роговым слежу за его инстаграмом, с начала инстаграма общаемся, скажем так, раз в год привет-привет. На этом, наверное, все наше общение и заканчивается. Но я люблю нежной любовью Александра, и было очень интересно посмотреть это самое интервью. Я не ожидал, что оно будет настолько эмоциональным, я не ожидал, что оно будет настолько открытым на самом деле. Ну, опять же, Рогов такой человек, что было приятно посмотреть на него раскрывшимся полностью. Рассказал и о семье, и о сестре, и о работе. Очень было это интересно все посмотреть. И вы знаете, ребят, очень сильно мне все это срезонировало. Не потому, что я Сашу Рогова знаю очень давно, а потому что именно его открытие для публики. Очень мне срезонировала его история с сестрой. Когда у его сестры родился ребенок с особенностями, назовем это так. И моментально всем как-то стало плевать на него. И весь ракурс внимания сместился именно на сестру и на ее проблемы. И вы знаете, ребят, я, слушая вот этот вот монолог про сестру, когда он сказал, ну вот, да, сейчас мы вроде в хороших отношениях, но нет такого, что вот прям лучшие друзья, да. Для меня это на самом деле не больная тема. Нет, абсолютно не больная тема. Но для меня лично я давно провел вот эту вот грань, вот эту вот черту между родственниками и моей личной жизнью. Когда ты не обязан входить ни в чё положение, потому что вы родственники, потому что это кровь. Для меня кровь не значит вообще ничего. Для меня друзья есть ближе и однозначно ближе и лучше и роднее, чем некоторые родственники. Поэтому я для себя сделал вот этот вот переломный момент, когда я отрубил родственников от своей жизни и мне стало легче. Вот слушая его, я понимаю, что тот самый момент с сестрой, когда ты ожидаешь чего-то от родственников, только потому что это ваши родственники. Но когда ты сознательно отрубаешь этих людей от своей жизни и ты сознательно не ожидаешь вообще ничего от этих самых родственников, вот тогда ты начинаешь дышать свободно, вот тогда ты начинаешь не оглядываться назад, вот тогда ты не начинаешь есть их постоянный негатив и воспринимать их информацию, которая тебе не интересна, не важна, не нужна. Для меня вот этот вот момент, именно сегмент с сестрой, очень мне понравился, потому что, повторюсь, он срезонировал. И, к сожалению, вы знаете, постсоветское пространство, хотя я не знаю, наверное, это не постсовок, это везде такое. И в Италии, и во Франции, и в Испании родственники это играет огромную роль, семья играет огромную роль. Но опять же, ребят, вот так вот смотря на семьи, ты думаешь, а нужно ли соглашаться вот на этот вот какой-то лишний стресс, лишний негатив, только потому что это родственники. Много раз, когда я поднимал эту тему на этом канале, многие говорили, да, как только я избавился там от матери, да такого же есть. Брата, сестры, отца, и их негатива нет в моей жизни, я начинаю видеть мир совершенно в других красках. Восхитительная была тема, и, конечно, удивился я, когда он говорил про проект Подиум. Это был абсолютно провальнейший момент. Мы это обсуждали, опять же, очень много в контексте решетовый, которая там вообще была. Не пришей рукав, назовёмся так. Моей бабушке любимые поговорки, я не буду здесь озвучивать, у меня и так проблемы с монетизацией. Но он очень как-то ласково и нежно по этому всему прошёлся. А я считаю, что если уже ты взялся критиковать, ну ты критикуй, потому что это не просто было бы твоё очень субъективное мнение. Ну скажи ты популярное мнение, ну скажи ты, никому не нужно было это шоу? Неправильный кастинг этих самых жюри, которые они там собрали. Я говорю про проект Подиум, я имею в виду ты супермодель. Я вот это имею в виду шоу, извините, ребят, заговариваюсь. Мне говорят постоянно, ты ошибаешься, готовься лучше. Я один на этом канале, я один собираю, корректирую, выдаю информацию. Очень часто я не запоминаю или забываю. Учитывайте, что я его снимаю раз в день, каждый божий день. Поэтому, пожалуйста, немножко поменьше требований ко мне, потому что я человек-оркестр. И мне такое, на самом деле, простительно. И на самом деле я считаю, что Рогов мог бы и пожёстче сказать про этот вот ты супермодель. Потому что проект был абсолютно провальный, хотя имел все возможности, имел все ресурсы выстрелить, как не выстреливал ничто. Потому что, на самом деле, что ты топ-модель и лучшая топ-модель Америки, это, конечно, тот блупринт, к которому все стремятся. Но, опять же, топ-модель в Австралии или топ-модель в Германии, это огромное шоу с огромной популярностью, которое выстрелили, ну, не меньше, чем вот этот вот оригинальный проект. Поэтому я считаю, ну, может быть, конечно, там друзья, там Гоша Карцев сидит, которого лично я терпеть не могу. Ну, вот не люблю я Гошу Карцева во всех его ипостасях, имею полное право, потому что это моя субъективная точка зрения. Может быть, по этой причине, может, потому что, опять же, боится. Вы знаете, боится в каком контексте, когда ты начинаешь что-то сильно критиковать, эту машину шоу-бизнеса. Возможно, в следующий раз тебя не пригласят на канал, и ты обязан выбирать выражение. Такое есть везде направо-налево. Чарльз Шина уволили именно за это, когда он послал продюсера на все четыре буквы. Извините, на три буквы. Можно и на четыре, конечно, я уверен, слово подберется. Но, когда ты ругаешься с воротилами шоу-бизнеса, тогда можно и с карьерой попрощаться. В любом случае, было интереснейшее интервью. Открытый Саша Рогов. Я оставлю ссылку на это все. Посмотрите. Интересно будет послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, свободно перемещаться по миру. Познавать другие страны и культуры, не имея при этом необходимости быть привязанным к конкретному рабочему месту. Это то, к чему стремится каждый. Ну, я так точно. И благо, что мой вид деятельности это позволяет. Однако, такая возможность есть далеко не у всех. Но как избавить себя от необходимости целый день пропадать в офисе, но так, чтобы оставаться востребованным на рынке труда и получать достойную зарплату? Конечно же, удаленка. Я бы рекомендовал обратить внимание на сферу IT. Ведь программисты нужны всегда и везде. Какая бы пандемия сейчас не бушевала за окном. Именно поэтому ребята из онлайн-школы Skill Factory помогают освоить профессию тестировщика с автоматизацией на Python. Ведь в наше время ни один запуск нового продукта, сервиса или приложения не обходится без тестировщиков. Именно тестировщик пытается сломать сайт, программу или приложение, чтобы затем описать, как это он сделал. А разработчик, в свою очередь, устранил все косяки и выпустил на рынок качественный продукт. Профессия тестировщика самый легкий способ войти в сферу IT. Для старта достаточно базовых знаний, основ компьютерной грамотности. К тому же Python является идеальным языком для начинающих. Прост в написании и требует минимального количества кода. А его популярность стремительно растет. Обучение состоит на 80% из практики. Минимум воды, максимум отработки навыков. Средняя зарплата тестировщика 120 тысяч рублей. А карьерный центр Skill Factory помогает составить правильное резюме и подыскать желаемую вакансию сразу после обучения. Обучение проходит онлайн, так что вы сможете учиться в любой точке мира или совмещать с текущей работой. Ну а огромное количество положительных отзывов на независимых площадках говорят сами за себя. Ну а самое главное, перейдя по ссылке в описании до 15 февраля, вы получите мою персональную скидку в 45% по промокоду SPLETNI. Так что я советовал бы не затягивать, дорогие мои сплетники, приобретайте курс тестировщика на Python и построите успешную карьеру вместе со Skill Factory. Абсолютно непонятная тема случилась вдовой Градского. Марина Каташенко ее зовут. И вот говорят, на 255-м километре МКАД неизвестный за рулем Volkswagen Jetta спровоцировал аварию. А после трое мужчин подсели в машину к Марине Каташенко, к вдове Градского. И начали угрожать оружием. Так утверждает вдова Градского. Сейчас начинается непонятная тема, которая мне очень интересна. Заставили они вернуться ее в ее поселок. Это коттеджный поселок в Наро-Фаминском районе. Там, со слов вдовы Градского, они залезли к ней под кровать, без шуток, этого цитата, этого абсурда. И забрали у нее 100 миллионов рублей. В сумке лежало у нее под кровать. Вы слышите вообще такое? И после заставили довести до Апреловки. Да, так, кажется, называется это. С заявлением Каташенко обратилась только через несколько часов. И вот здесь у меня начинается такая, знаете, интересное размышление. Всего общая сложность наследия Градского, насколько я понимаю, около 300 миллионов рублей. Это гонорары, выступления от бизнеса и все прочее. Особняк в элитном Новоглаголево называется. Соседями там были Сати, Казанов, Завратник, Бородина. Он стоит 180 миллионов рублей. Есть маленькая квартира. И есть у него, короче, недвижка. И есть вся вот эта вот тема. И то есть украли прямо-таки треть того, что завещал Градский. 100 миллионов, да? Ребят, на секунду, вдумаемся сейчас. У вдовы Градского под кроватью в сумке лежало 100 миллионов рублей. Большего бреда я не слышал очень давно. Вы знаете, когда я слышу про 100 миллионов в сумке под кроватью, для меня это как афера Томаса Крауна, да? Это что-то из темы сценарий для фильма. Вдова, одинокая вдова, которая только что мужа отправила на небеса, 100 миллионов держит под кровать. Не верю, не верю. Я ни слова не верю, да? Почему несколько часов она ждала, прежде чем написать заявление? Почему сразу не пошла писать заявление? Мне кажется, это все игра какой-то непонятная, игра лично для меня, дележка вот этого самого наследства. 100 миллионов! Ребят, 100 миллионов лежало в сумочке под кроватью. Бред, не верю ни слова. Очень многие паблики охают-ахают, боже мой, бедная вдова, как она жить сейчас будет? 100 миллионов украли, подсели к ней. Она утверждает, что значит ее вели, за ней давно следили. Черт, а я тебе серьезно? У тебя 100 миллионов в этой, в носке спрятана вдова Градского, но найми охрану? Нет, вела сама тачку, спровоцировали, трое подсели, она их везла туда, забрали деньги, везла обратно, да что за бред? То есть ее не связали, да, в этом самом особняке, хотя могли, чтобы она не за сутки там лежала и не могла дозвониться до полиции. Она их сама отвезла, не верю ни слову. Знаете, мне кажется, даже вот в этом шоу-бизнесе даже украсть сами у себя красиво не могут. Вот какие-то инфоповоды, я уверен, этот инфоповод ей не нужен. Я уверен, здесь какая-то идет махинация с только что свалившимся с неба наследством. 100 миллионов в кубышке под кроватью. Бред чистой воды. Ничего не понятно, но очень интересно. Кто что знает, кстати, вот директ моего инстаграма открыт. Для любой информации пишите мне, вас станет анонимным. Я вам с огромным удовольствием обсудим весь этот абсурд. Пока моя субъективная точка зрения не верю. Ваше мнение. Что, дорогие мои сплетники и сплетницы, все эскортницы, их папочки, я так понимаю, напряглись, да? Новый холостяк. Буквально сейчас за углом, как заявили продюсеры этого шоу, что никакого дава, никакого гусейна там не будет. Прямо они остро ответили на этот вопрос, кто будет следующим холостяком. Я не знаю, кто будет следующим холостяком. Знаете, это мое любимое шоу. Я объясню, по какой причине. Потому что все, кто приходят на шоу холостяк, вот эти вот дамы, да? Это, конечно, эскорт. Эскорт, и здесь даже нельзя никак найти какие-то полумеры. 100% прожженный элитный эскорт. Ребят, если вообще можно назвать работу такого толка элитной, да? Это просто обыкновенные, прости господи, которые пришли туда повышать себе ценник. Когда мы комментировали прошлый холостяк, мы же накопали практически на каждую. А вот эта вот дама, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, если вы не в России. Потому что в России эта дама заблокировала этот самый выпуск. Потому что мы на нее накопали столько, это трешанина. Там графические такие видео. Я выкладывал у себя в телеграм, и я удалял его через 10 минут, потому что это грань допустимого. И вот эта вот, прости господи, дама, да? Заявляли же, 10 тысяч евро эта дамочка берет за ночь любви. Когда ты смотришь те самые видео, где она ублажает этих клиентов, ты думаешь... Вы серьезно? Такого быть не может? Да самая обыкновенная кассирша до фору даст. Какие 10 тысяч евро за ночь любви? Ребят, вы знаете, я считаю, что холостяк, конечно, давным-давно себя дискредитировал. Холостяк это та еще такая чернушная тема для продвижения девчонок в этом бизнесе. Или девчонок, или когда уже есть папочка у этих самых девчонок, да? Вот тогда он раскручивает свою любимую. Мне интересно, какой очередной не гей будет в этом холостяке холостяком, да? Неужели у Сережи Лазарев, а может быть Дима Билан, да? Вот уж вся страна ляжет после... Ох, давайте даже не начинать про Воробьева. Для меня большего кринжа я не видел никогда, ни в жизни не видел, да? И вы знаете, повторюсь, мое любимое шоу, потому что обожаю накапывать на каждую и на каждого вот такую тонну всего. Напряглись сплетники, сейчас сливать будем, сольем всех девки. Надеюсь, потерли все эти, блин, ваши конечки, потому что если что найдем, все вытащим. Мы вот такие вот сплетники. Вы знаете, обожаю наше комьюнити. Вот обо всем можно поговорить. И как только я называю какую-то фамилию, появляется миллион пташек, которые говорят, а вот я знаю вот это. И мы начинаем собирать собирательный образ. Я обожаю наше комьюнити. Ребят, по факту, уникальнее нету в русскоязычном блогинге. Вот по факту, согласитесь, нет? Как же у нас здесь, знаете, уютный, интересный, интересный. И говоря про бизнес Тимати. Ребят, это самый настоящий бизнес Тимати. Сейчас он гулял Сашу Донни, да, украинку вот этого. Мы говорим про Тимати. И сейчас появилась новая девушка, да? Знаете, как это все делается? Значит, Валя Иванова. Это какая-то инстамодель. Прям я это аж удивился. Инстамодель. Я не знаю, что такое инстамодель. Вот убей, не знаю, что такое понятие инстамодель, да? Так вот, это инстамодель. Значит, снимаются они сейчас, я так понимаю, в Колумбии, да? И вот фотографируется она вот с этой вот фотографией, где она присела, обняла его за штанишки. И преподносят паблике как? Вот люди увидели, как эту фотографию, да? И тут же сравнили со сториз Тимати, где он в этих же штанишках и в этих же блинкедиках. И они все вот это вот сопоставили. И сказали, ах, вот чего. Значит, Тимати сейчас с инстамоделью Валей Ивановой крутит любовь. Мне интересно, а вот неужели есть действительно такие фанаты в инстаграмчике, у одного и у второго, да? Которые выслеживают и сопоставляют. Ребят, кого вы здесь смешите? Вы смешны в своих потугах вбрасывать с точки зрения, а вот фанаты сделали 2 и 2, и получилось 4. Да нет, у вас фанатов на вас подписаны, как на клоунов. Вы понимаете, что Валя, прости господи, Иванова, что рэпер в Сиараси, Тимати, на вас смотрят, как на клоунаду, понимаете? Шитую белыми нитками. Если вы сейчас реально пиар-менеджер, значит, пытаетесь показать, что, блин, сопоставили и слили таки новую пассию, блин, Тимати, не смешите меня, вы смешны. Мне интересно, кто гуляет вот эту вот сейчас шарашкину контору, кто гуляет Валю Иванову. Ох, как мне интересно, кто стоит за этой инстамоделью. А Тимати, вот ему нужно, вы знаете, вот, видимо, пиар дорогого стоит, да? Я в шоке, в какое днище все это превращается. Вы знаете, на какой-то момент, когда Тимати был в Black Star, какие-то бургеры, какие-то китайские наушники, вот эта вся тема была, я был так рад за него, что, ну, пускай, конечно, не уровень Kanye West, ну, прям даже рядом не валялся, но, тем не менее, вот прям такая, знаете, самодельная империя, да? И у тебя и бургеры, и лейбл, и все-все-все, и прям так крепенько, да? А сейчас я смотрю, а что там крепенького-то? Что там, блин, крепенького? Вы знаете, когда мужики, особенно мужики, я, повторюсь, я сексист, и когда мужики начинают пользоваться такими вот женскими трюками по зарабатыванию на жизнь, если вы понимаете, о чем я, если я сам не совсем понимаю, но я говорю, да? Я по ощущениям говорю. Ноль уважения. И сейчас вот сопоставили. Да кто сопоставлял-то? Блин. Ольга, давай, выплывай, милая моя, вот твой прям выплыв. Смотрите, какое дно. Вот одна девочка родилась каранчата, я тебе сейчас покажу. Она выложила пост про каранчат, я без твоего позволения, кому я перекидывала, я сейчас покажу, чтобы сделали разбор каранчонку, который не ходил. Вот это можно хоть суперскептически к этому относиться, его собирались там усыплять. Животного. Животного. Она выложила пост и отметила меня спасибо. И хочется, конечно, на технологии наложить, технологии, чтобы это было не так, как вот так. Спасибо, Деяночка, большое. Мы сегодня два разбираем. Я же что-то такое села. Медицинские заключения все сегодня получены. Ну, смотри. Нет, дорогие мои, вот то, что сейчас услышали, бред, да, сивые кобылы, это когда одна дама прям заливает Яне Рудковской, что благодаря какой-то невиданной психологической технике, которая называется «Мастер разборов», чей-то кролик, кролик, мы говорим про животное, да, кролик с особенностями, встал на ножки и начал ходить. И, значит, как они утверждают, на животных эта тема работает легче, потому что, когда работаешь с детьми, сознание мамы блокирует. Я так понимаю, что Яна Рудковская эту технику давала на одном из своих вот этих вот марафоней, и сейчас она пытается, я не знаю, показать своим подписчицам, что ее вот эта вот тема работает. Вы знаете, ничего печальнее, я вообще не слышал очень давно, когда ты смотришь, вот подходит эта тетка, да, и показывает ей вот эти вот, и этот, и они там все кивают головами, и ах, ребят, ну вам за сорокет, вы взрослые, по идее, думающие люди, да, вы все понимаете, что Янин развод, ну ты черт тебе что. Если вы хотите покушать, я не знаю, ужин с Яной Рудковской, вы считаете, что там эти четверть миллиона, или не за сколько там стоит ее этот курс, он того стоит, ну здорово, да, идите кушайте, да, вы тогда оправдали хотя бы свои потраченные деньги, вы потерлись локоточками со знаменитостью. Но если вы сейчас серьезно начинаете выкладывать вот это, что я вот врубила технику мастера разборов, мастера разборов, каравычка, потому что название, да, и мой кролик встал, кролик с особенностями встал, ребят, а может быть пора в это указывается, в Москве это больница, где, ну лечат таких, которых кроликов на ноги поднимают. Я человек с высшим образованием, я человек, думающий, я человек с аналитическим умом, я не могу поверить, что я сейчас на серьезном глазу, на серьезнейших щах, обсуждая то, что тетка подняла кролика на ноги, благодаря технологии и методике, разработанной Яной Рудковской. Ребят, да что ж творится с этим миром? Вы знаете, что творится с этим миром? Сейчас вы просто сядете. Вот сейчас сядете. В новом сериале о Гарри Поттере. Сейчас снимают новый сериал о Гарри Поттере. Ну это, конечно, жила, которая несет нереальное количество денег, это золотая жила. И Патериана, вот эта вот сага, она восхитительна. Но в контексте 2022 видеопродюсер ТикТок Меган Маккелли заявила о намерении снять веб-сериал. Это будет веб-сериал, значит, о Гарри Поттере. По ее словам, главной ролью там будут играть трансгендерные и небинарные актеры, а также актеры, внешне из которых далека от оригинальных героев. В частности, автор проекта на роль отца Гарри Поттера ищет только, цитата, актера азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначного, многорасового, коренного, латиноамериканского, латиноамериканского, ближневосточного, южноазиатского, индийского, юго-восточноазиатского или тихоокеанского жителя. Это, значит, отец Гарри Поттера будет, да? А вот про мать вы сейчас просто сядете на свои склетнические задницы. На роль матери Гарри Поттера продюсеры заявили, что хотят видеть, цитата, гендерно некомфо... На роль матери Гарри Поттера продюсеры заявили, что хотят гендерно неконформную, небинарную транс-женщину. Неужели провал, продолжение... Вот и все. Сейчас идет сериал на HBO, да? Вы замучили! Вы замучили! Я не хочу никого сейчас оскорблять, ребят. Я говорю, в моем мире я ни разу не встречал небинарного человека. В моем мире, в моем окружении я ни разу не встречал небинарно сконфуженного человека. Я встречал людей перед переходом, да? Я встречал парней, которые меняют пол. Других вариантов я просто никогда не видел. Ты в жизни их не видел. Это как персонажи из кино. Я знаю, что они существуют, потому что очевидно они существуют, потому что я вижу какие-то сериалы. Я не встречал в своей жизни, хотя я космополит, я мотаюсь по Европе, я живу по европейским столицам. Я ни разу не видел небинарно сконфуженного человека. Гендерно неконформную, небинарную транс-женщину. Я даже не знаю, что я сейчас сказал. Гарри Поттер, до свидания. Экспрезидент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев и сегодня суд должен рассмотреть ходатайство об его аресте. Я напомню, что ему грозит до 15 лет тюрьмы по делу о госизмене. Я, к сожалению, не знаю вот этой всей детали украинской политики, но мне это очень лично все интересно. Повторюсь, такие громкие события политические мы всегда здесь обсуждаем. Для меня здесь важно немножко другое. Мы войдем в это дело, мы обязательно это проанализируем и все об этом поговорим, когда дело немножко развернется, и я сам абзорбирую информацию, и я сам смогу ее правильно донести. Но на данный момент для меня это показатель. Для меня это показатель. Мы сейчас не будем говорить, какая власть в Киеве сейчас. Да, конечно, нынешний президент Украины, он ужасен, он довел страну до развала. Там каждый президент изгаляется по-своему. И бедная многострадальная Украина, которая не заслужила таких лидеров. Это вот моя позиция, потому что мы сейчас считаем, цыплят по осени. В Украине очень тяжело. В финансовой точке зрения. У кого-то очень хорошо, ребята, поэтому не надо принимать близко к сердцу. Но в общей сложности, вот периферийная Украина, если это небольшие города, у людей действительно очень сложно с финансами. Здесь мы говорим немножко о другом. Для меня показатель, когда бывшего президента страны, главу государства, арестовывают, и ему грозит до 15 лет лишения срока свободы. Для меня вот это уже прецедент. Вы что угодно можете говорить про Украину. Вы что угодно можете говорить, как она развалилась вся, как ужасно все в Украине. Мы сейчас говорим про белорусов, русских, казахов, да, которых просто вот хлебом не корми, дай сказать, как в Украине все плохо. Я, ребят, согласен, что сейчас возможно в Украине финансово тяжело народу, гражданам Украины. Но для меня это показатель одной из свобод, как во Франции, да, когда у президента год домашнего заключения. Потому что он нарушил закон. Нет индульгенций, нет оправданий. Если ты нарушаешь закон, неважно какую должность ты занимаешь, ты должен ответить по закону. Я не знаю ситуацию вокруг Петра Порошенко. Я знаю только то, что вот происходит сейчас феномен, когда бывшего главу государства, у него нет вот этого зеленого паспорта, с которым ты можешь уехать, и все твои прошлые грехи тебе будут прощены, только потому, что почему? Ты, человек, нарушил закон. Ты не выше закона, да? И в Украине замечательный феномен, когда арестовывают человека. Мы сейчас не знаем, по правильным причинам или нет. Мы говорим про феномен, что оказывается так можно, да? И о таких свободах. Не в Казахстане, не в Беларуси, не в России. Вы даже мечтать не можете. Вы сколько угодно можете говорить, как в Украине все плохо. Дай бог вам хотя бы части тех свобод, которые есть сейчас в Украине. Интересная тема. Продолжаем наблюдать за всем на этим. Ребята с Украины, ваше мнение, во-первых, за Порошенко вы или нет, это одна тема. А во-вторых, насколько реально ему дадут реальный срок. И в-третьих, как вам жить в государстве, где на самом деле, даже будучи президентом, даже пускай бывшим президентом, ты все равно, если нарушил закон, ты должен за это ответить. Ой, как это интересно мне будет послушать. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем приюты для бездомных животных. Есть замечательный приют в Москве, называется Кота, детки. Я обязательно оставлю ссылку на их инстаграм. Ребят, переходите, помогите. Ребята действительно делают все в своих силах, чтобы помочь животным. А не вот эти вот вагончики добра. Это когда по всей Москве и Московской области стоят машины, которые собирают корм от нас, вот сплетников в том числе. И потом эти корма разводят по приютам, по различным приютам в Московской области. То, что делают Кота, детки, для людей это миссия, это цель в жизни, это их жизнь положена на спасение домашних животных. Кота, детки, я вас обожаю. Кота, детки, я вас всегда буду поддерживать. Вы замечательные люди. Дай бог вам здоровья. Поэтому, ребят, переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь, во-первых, на их добрый инстаграм, передавайте огромный привет от сплетников и, пожалуйста, помогите. Дорогие мои сплетники, я вас благодарю за ваши огромные любящие сердца. И продолжайте доказывать, дорогие мои сплетники, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплеты, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Огромное спасибо всем спонсорам канала. Ребят, пожалуйста, не скупитесь на лайки, не скупитесь на подписки. У нас здесь интересно, у нас здесь каждодневно. А для вас лайк и подписка ничего не стоят, только секунда вашего времени. Вступайте в ряды сплетников, у нас здесь очень интересно. И спасибо всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok